всем привет сегодня мы поговорим об интервальном голодании сейчас я обозначу тему эфира всем привет вижу главных желающих узнать все об интервальном голодании я пишу интервальное голодание сейчас я прикреплю напишите мне как меня слышно пожалуйста сейчас секундочку вот все прикрепила сегодняшняя тема интервальное голодание подожду немножко пока присоединяться всем здравствуйте всем добрый вечер напишите может быть поделитесь своим опытом кто из вас практикует или практиковал интервальное голодание знаете ли вы что это такое я сейчас коротко объясню конечно же вот но интересно узнать какой у вас опыт слышно хорошо спасибо всем привет вижу много знакомых лиц всем привет я голодала интервальной на воде и даже на сухую но это разные вещи до интервальное голодание отличается от голодания на сухую и на воде это немножко разные понятия для тех кто может быть не в курсе что такое интервальное голодание это когда мы ограничиваем приемы пищи во времени то есть мы определенное количество часов едим и определенное количество часов не едим очень распространенная схема 16 на 8 да то есть когда 16 часов вы голодаете так скажем а восемь часов едите также применяют и другие схемы например 20 на 4 да то есть 20 часов вы ничего не едите и в течение вот этого пищевого окна из четырех часов вы принимаете пищу вот из комбинация есть разные объяснения тоже в интернете есть те кто протекует вот я как хотела бы узнать если среди наших зрителей наших подписчиков те кто практикует интервальное голодание или заинтересован в этом но в любом случае сейчас я с вами поделюсь информацией которая предоставлена энтони вильямом в его новой книге очищение для исцеления сейчас я расскажу что пишет об этом энтони вчера также он провел прямой эфир в том числе дан по этим вопросам опять же этот материал весь я представлен в последней книге энтони очищение для исцеления эта книга пока доступна только на английском на русском языке перевода пока нет никакого опыта хочу попробовать только не знаю как система энтони совместить 16 на 8 соблюдала да понятно хорошо все спасибо всем за комментарии хорошо сейчас мы начнем если будут вопросы я думаю мы успеем в конце обсудить все что касается этого этой темы и так что пишет энтони все что я буду сейчас рассказывать это сугубо материал энтони вильяма то есть я в данном вопросе ничего не комбинирую ничего не смешиваю делюсь вами той информации которая доступна в оригинале до в источнике которую представляет энтони и так он пишет что интервальное голодание не является полезной практикой то есть это практика может дать временное облегчение на временные бонусы некоторым людям и важное условие при этом если вы не испытываете сильных симптомов то есть если вы человек который уже столкнулся с серьезными симптомами и заболеваниями то для вас эта практика особенно опасна для тех же людей кто сталкивается с более легкими до более незаметными может быть симптомами эта практика визуально вот по ощущениям может нравиться но в долгосрочной перспективе она не несет никакой пользы и может быть опасно для тех же кто уже столкнулся с определенными симптомами она может быть опасно прежде всего потому что не решает первопричину возникновения этих симптомов и состояний вот интервальное голодание само по себе это не очищение и ничего общего с очищением не имеет ну и в целом это на самом деле и не голодание да то есть голодание это такой режим в который организм входит когда отсутствует пища на протяжении как минимум двадцати четырех часов то есть режим голодания включается когда мы ничего не едим и и пьем только воду даже не лимонную воду не какой-то сок а только чистую воду и этот процесс длится более двадцати четырех часов энтони называет схему то есть вы должны увидеть дважды рассвет солнца да вы начинаете с утра и соответственно на следующий день утром пройдет 20 24 часа сутки и вот это уже будет считаться режимом голодания эта практика имеет смысл в определенных ситуациях опять же не для всех далеко не для всех и проводить ее нужно очень аккуратно под присмотром специалиста об этом пишет энтони да то есть эта практика не для большинства в любом случае ну и естественно это ощутимо отличается от того что входит в понятие интервальное голодание это разные вещи то есть целом подход энтони голоданию и применение этой практики истинное голодание на воде возможно но при определенных условиях мы сейчас эту тему разбирать не будем мы будем более детально обсуждать именно интервальное голодание то есть другой тип голодания по сухому голоданию я тоже немножко позже наверное расскажу уже исходя из своего своего опыта и опять же коснусь рекомендации энтони так по поводу интервального голодания об этом я сказала да то есть на долгосрочной перспективе эта практика эта техника не решает истинных первопричин возникновения тех или иных симптомов вот и какие бонусы тем не менее люди могут испытывать применяя вот эту практику интервального голодания то есть тогда когда они определенный промежуток времени принимают пищу это это всегда да как коротенький период 4-6 часов и когда они исключают пищу на более длительный срок 16 18 20 часов какие бонусы могут заметить люди чаще всего это люди которые не имеют серьезных симптомов то есть что такое серьезные симптомы что такое несерьезные несерьезные так скажем но это естественно тоже серьезные несерьезные лег более легкие симптомы это например какая-то легкая сыпь то легкая версия окне может быть какие-то неполадки в желудочно-кишечном тракте ну не то чтобы неполадки дискомфорт какой-то более серьезные симптомы это уже более серьезная версия окна и того же да может быть какие-то аутоиммунные заболевания те же та же серьезная стадия депрессии или тревожности неврологические симптомы когда присутствуют мигрени вот то есть есть я думаю что вы можете немножко да так разделить это понятие серьезные и несерьезные симптомы вот и в любом случае все симптомы о чем-то говорят и конечно же любые симптомы какой-то дискомфорт определенный нашему организму конечно же приносят но люди вот с такими незначительными симптомами могут замечать больше могут замечать временное улучшение в каких вопросах что они чувствуют чаще всего они отмечают улучшение уровня энергии да то есть повышение уровня энергии больше ясности в голове да то есть более четко чистое сознание лучше концентрация лучше фокус да то есть вот такие наблюдения большинство людей при применении и при практиковании интервального голодания замечают почему это происходит это не все это подробно объясняет почему это происходит а дело в том что в в этом в этом варианте наш организм а функционирует на адреналине потому что когда промежутки между едой составляют более двух-трех часов наши надпочечники выделяют адреналин естественно вы многие и об этом знаете и этот адреналин на является очень агрессивным для всех наших систем он наполняет все наши системы он в том числе попадает в мозг в данном случае адреналин является тем топливом он является топливом для электрических импульсов да для электроимпульсов и вот именно это дает этот всплеск энергии ощущение ясности лучшая концентрация фокус похожий эффект дает нам нашему организму кофеин то есть вы можете провести определенные аналогии примерно те же ощущения вы испытываете при употреблении кофе или кофеиносодержащих напитков сейчас секундочку то есть вот этот адреналин его также называют эпинефрин вот он работает как натуральный амфетамин вот много сложных слов но вы в целом поняли да вот этот принцип действия что происходит с мозгом вторая причина почему люди испытывают вот это временное облегчение как казалось бы до улучшения состояния это потому что происходит исключение нескольких приемов пищи тяжелых чаще всего содержанием жиров конечно же и естественным образом и жиры исключаются именно из первой половины дня из нашего завтрака то есть за счет этого в целом наш организм конечно же получает определенное облегчение разгружается пищеварительная система особенно печень поджелудочная вот и это автоматически и дает вот это ощущение ощущение но определенные положительные до сдвиги положительную динамику в ощущениях и в целом этот процесс запускает естественным образом небольшое очищение в организме но те кто практикуют интервальное голодание те кто о нем рассказывают они вот этих подробностей не знают есть они не знают почему люди испытывают эту эти положительные сдвиги и положительные ощущения да вот этот всплеск энергии почему проясняется сознание и почему в целом ощущение улучшается потому-ка потому что истинная причина в том что количество жиров которые употребляют эти люди снижается и в целом организм действительно получает определенный отдых так как приемов пищи становится меньше нагрузка на пищеварение меньше но это временные временные бонусы и в долгосрочной перспективе именно эта практика не решает истинных причин возникновения симптомов и заболеваний поэтому люди которые на данный момент не столкнулись серьезными симптомами организм которых сильнее ну и чаще моложе да вот это больше относится к более молодым людям они не замечают никаких таких явных негативных последствий сразу же но в целом естественно нагрузка да на надпочечники прежде всего конечно же происходит и в данном случае имеет значение и состояние надпочечников этих людей поэтому вы просто можете сами до провести дальше продолжить вот эту логическую цепочку если ваши надпочечники сильные если запасы резерва адреналина в них достаточное то конечно какое-то время вы не будете замечать последствий потому как при вот этих больших промежутках между едой надпочечники будет выделять адреналин вы будете чувствовать всплеск прилив энергии а последствий как таковых пока что да на данный момент вы чувствовать не будете потому что сильный организм может быть более молодой и запасы адреналина в в организме достаточные чего не скажешь конечно же о людях которые уже столкнулись серьезными заболеваниями возможно их надпочечники уже до истощены и и в таком случае конечно же негативные последствия применения интервального голодания могут проявить себя гораздо быстрее так в целом получается да вот это разгрузка от жиров и от большого количества пищи конечно же дает определенную снимает определенную нагрузку с печени поджелудочной и других органов но здесь причина именно в жирах именно вот этот момент специалисты по интервальному голоданию не объясняет но работает это именно за счет снижения жиров дальше есть такая ошибка и достаточно распространенная ситуация у тех кто практикует интервальное голодание это функционирование на кофеине то есть многие подсаживаются на напитки с содержанием кофеина заменяют ими в том числе приемы пищи и естественно это медленно но верно оказывает большую нагрузку на надпочечники и в конечном счете их изнашивает они постоянно выделяют адреналин если это происходит несколько раз в день то адреналин присутствует системах постоянно потому что он в любом случае задерживается в организме на несколько часов и конечно же если вы в молодом возрасте да может быть в 20 20 лет то в этих симптомов сразу не заметите но если вам за 30 за 40 то вы можете почувствовать негативные симптомы связи с этим и могут люди замечать стабилизацию веса или может быть даже снижение веса да такое же желательное для них желанное для них это временно это тоже временно и из-за вот этой постоянной нагрузки на надпочечники и большой нагрузки на печень из-за большого количества адреналина до постоянно присутствующего в крови в итоге в долгосрочной перспективе с большой вероятностью этот вес как минимум вернется и может быть набран еще больше ну и что вы понимали как этот процесс в принципе происходит когда в наших системах курсирует адреналин это очень агрессивная субстанция очень разъедающая все наши органы субстанция и в этой ситуации в на помощь естественно приходит печень она вынуждена впитывать этот адреналин в себя получается когда это происходит постоянно до длительно месяцами годами изнашиваются и надпочечники и печень ну естественно да когда каждый из этих органов доходит до своего предела вы неизбежно столкнетесь с определенными симптомами когда печень будет перегружена этим адреналином она больше не сможет полноценно выполнять все свои функции и вот вот как раз в эти моменты и может начать происходить тот же самый набор веса то есть ваши такие такая иллюзия до успешного похудения и поддержания здорового веса к сожалению рассеется по этой части вам понятно по этой понятно вот про адреналин про действие кофеина для тех кто я смотрю вопросы параллельно вот для тех кто подсаживается да на кофеин кто испытывает придерживается больших промежутков между едой что происходит в нашем организме если вы практикуете интервальное голодание и рассчитываете да на определенное очищение в том числе например хотите пройти программу 369 описанную энтони вильямом эта программа для очищения печени она работать не будет то есть очень он он не он не категорически против он просто описывает да вот действия интервального голодания объясняет все взаимосвязи все последствия которые она оказывает и объясняет что это не очистительная практика вот поэтому она не совмещается с теми программами которые он описывает своих книгах но тем не менее он дает определенные рекомендации как можно интервальное голодание изменить немножко так скорректировать в определенных вопросах чтобы она наносила как можно меньше вреда но это уже немножко отдельный вопрос я сейчас подробно это расписывать не буду потому что но это относится именно к тем кто несмотря на эту информацию все равно будет практиковать интервальное голодание да то есть если этот человек заинтересован на самом деле можно смягчить последствия интервального голодания но энтони вильям рекомендует мягко и постепенно вывести свой организм из режима интервального голодания и начать применять более щадящие безопасные и в то же время эффективные гораздо более эффективные программы и практики которые он описывает своих книгах и в последней книге в том числе здесь есть несколько новых программ при этом сейчас что хотела сказать сейчас секундочку теряла мысль ладно про кофеин я сказала еще немножко про утренние вот это исключение жиров есть такая тема да в интервальном голодании что результат ты получаешь потому что исключаешь сахар и вот в том числе по этой причине многие как раз и подсаживаются на кофе на чайную на другие кофейно содержащие напитки при этом исключает сахар и считают что вот то есть все все дело было в сахаре и вопрос решен вот но это конечно же работает не так энтони не рекомендует проводить до длительное время на воде на кофе ну в рамках интервального голодания конечно же он рекомендует пить сок сельдерея лимонную воду кокосовую воду дай другие полезные напитки и желательно от кофеина отказаться вообще вот и и получается что люди замечают улучшения считают что эти улучшения происходят благодаря отказу от сахара но они не понимают что эти улучшения на самом деле произошли от отказа от жиров это важный момент об этом специалисты по интервальном голоданию не говорят что происходит когда мы по утрам едим жиры я уверена что многие из вас знают но я повторю для тех кто не знает когда мы по утрам употребляем продукты с высоким содержанием жиров это очень сильно перегружает прежде всего печень рано утром печень очень активно очищается она провела определенную работу в течение ночи раннего утра подготавливает токсины на выход на безопасное выведение из организма когда мы съедаем жиры она вынуждена к сожалению переключиться из режима очищения в режим выработки желчи определенного сложного состава для расщепления вот вот этих высококонцентрированных жиров естественно любые очистительные процессы которые должны происходить в нашем организме они останавливаются это означает что в нашем организме задерживаются любые токсины которые по-хорошему должны были покинуть тело задерживаются они во всех наших органов и в крови и в итоге оседают в других органах вот какие примеры жирных продуктов на завтрак имеется ввиду это естественно все животные продукты это в том числе до яйца молочные продукты но любые животные продукты даже если это считается диетический может быть низко жировой или без жировой продукт если это продукт животного происхождения он по умолчанию содержит очень много жиров это в том числе авокадо это любые орехи любые семена кокос ну естественно любые продукты из них да там кокосовое молоко ореховые пасты и так далее вот то есть когда вы по утрам эти продукты употребляйте автоматически все очистительные процессы в организме останавливаются соответственно те кто в рамках интервального голодания сами того не понимая и не зная да а вот об этом механизме исключают такие примеры продуктов то конечно же они получают определенные бонусы потому что немножко разгружают свою пищеварительную систему печень и дают ей возможность отдохнуть и заняться очищением вот поэтому интервальное голодание по сути сокращает жиры но это происходит вот так вот неосознанно по случайности они без объяснения как этот процесс на самом деле работает и получается что люди естественно немножко теряют вес это нормально это их радует а это происходит как раз за счет снижения жиров но и особенно если они при этом еще немножко занимаются вот и из-за того что в целом за день они употребляют меньше жиров действительно у организма есть возможность уделить время освобождению от жира уже имеется ввиду да в теле вот ну и плюс получается что промежутки когда люди не едят достаточно большие это 16 18 или 20 часов то есть получается в этот весь период в наших системах жиры отсутствуют во всяком случае гораздо меньше они не задерживаются в крови надолго и вот это эта ситуация тоже дает определенное облегчение так плюс почему еще происходит определенные комфортные да такие ощущения люди довольны и может быть своим видом видом живота пресса во-первых потому что меньше еды в целом курсирует по желудочно-кишечному тракту то есть естественно объемы этой системы сокращаются плюс есть фактор обезвоживания особенно если люди подсаживаются на кофеина содержащие напитки люб в любом случае кофеин очень сильно обезвоживает соответственно до организм подсушивается и создается вот эта иллюзия подтянутости и стройности и до определенный может быть даже рельеф мышечный можно наблюдать но это по большому счету иллюзия вот и эти факторы обязательно важно учитывать так что еще еще какие улучшения люди могут наблюдать они наблюдают снижение давления если оно было повышенным они могут наблюдать улучшение показателей таких как холестерин или гликированный гемоглобин но они не понимают что это на самом деле происходит из-за снижения жиров потому что именно снижение жиров по большому счету это и есть решение всех симптомов то есть всех заболеваний и состояний снижение жиров в рационе автоматически ведет к улучшению любых состояния и заболеваний дальше он пишет о том что исторически исторически это было замечено когда люди переходили на цельное растительное питание естественно многие показатели улучшались до показатели здоровья улучшались это в том числе было потому что раньше цельное растительное питание было менее жирным даже в рекомендациях специалистов процент содержания жиров был ниже сейчас наоборот набирают обороты рекомендации высокожировых диет в том числе кето диеты да и другие даже их растительные так скажем версии вот ситуация изменилась раньше и палеодиеты и кето и другие до цели цельные растительные диеты они были с меньшим содержанием жиров поэтому люди и так наглядно получали вот эти результаты ощущали эти результаты сами того не понимая что это происходит именно из-за снижения жиров это очень я считаю тоже очень важно это не пишет что она об этом говорит и говорил уже более 30 лет вот и просто подтверждается сейчас как раз все это да потому что в современных диетах количество жиров гораздо больше ну и соответственно из всех тех людей специалистов которые придерживаются и рекомендуют современные диеты никто не знает не владеет этой информацией о жирах и подробно ее людям не объясняет многие верят что интервальное голодание помогает потому что дает возможность отдохнуть пищеварительной системе и как будто бы да это дает энергию в том числе на расщепление жиров на имеете ввиду виду на сброс жиров своим своего жира лишнего жира вот но на самом деле происходит немножко другое на самом деле но это все я уже объяснила да то есть количество жиров снижается это снижает нагрузку на печень вот и естественно получается что жиров в крови находится меньше нагрузка на печень из-за жиров действительно снижается и все вот эти бонусы которые происходят с людьми получаются только и в результате снижения жиров но без да без полного понимания как же как почему на самом деле это работает вот и диеты в том числе интервальное голодание они продолжают просто играть вот в эти игры до предположения догадки различные теории без подробного объяснения как это работает естественно это не рекомендует применять другие программы например программу 369 которая тоже предполагает снижение и даже отказ от жиров но программа составлена в другом более щадящим для всех органов режиме она прежде всего направлена естественно на поддержку печени и на поддержку надпочечников что очень важно интервальное голодание конечно же надпочечники никак не защищает так давайте я посмотрю какие были вопросы все ли понятно по по этому вопросу и посмотрю что я еще не рассказала понятно именно не насилуешь себя терпишь голод а просто не хочешь и 16 на 8 само случается он об этом тоже пишет он как раз и пишет о том что те кто начинают практиковать интервальное голодание действительно легко включаются в этот режим это происходит автоматически в том числе кстати потому что но это если употребляется кофеин кофеин очень сильно подавляет голод подавляет аппетит и из-за адреналина который заменяет очень много да то есть он заменяет глюкозу необходимую нам и действует вот как этот амфетамин да то есть как замена в том числе энергии да как вот этот всплеск для электрических импульсов и соответственно это это дает иллюзию энергии ну точнее это ощущается как на самом деле энергия вот в общем он пишет об этом что действительно со временем те кто практикует интервальное голодание привыкают к таким большим промежутком им кажется что они не хотят есть но это ничего не меняет в организме происходит все то что вот я писала в начале эфира изнашиваются надпочечники перегружается печень вот поэтому здесь сложно сказать что естественно а что нет если организм функционирует да если мы не ложимся спать не идем спать то есть если мы ложимся спать и спим там я не знаю сколько 12 14 часов это одно но если мы функционируем и промежутки между едой составляют более двух-трех часов то эти процессы автоматически включаются когда это происходит постоянно на регулярной основе все системы изнашиваются здесь вариантов нет то есть все зависит конечно же от ваших ресурсов от резервов адреналина адреналин нам очень нужен мы его не должны тратить на вот эти вещи на на вот такие экстренные ситуации адреналин нам нужен для других дел вот ну собственно адреналин вырабатывается абсолютно на все на любые действия на любые состояния расходуется адреналин поэтому есть ситуации когда он действительно нужен кстати процесс родов в этот пара в этом процессе задействованы огромные объемы адреналина и если у вас они будут истощены процессу родов то собственно нормальной родовой процесс и и не не сможет пройти и что мы видим на самом деле вокруг современной жизни как вообще изменилась ситуация с нормальным рождением детей я думаю это это очевидно проблем стало гораздо больше но этот этот это я не говорю да что все вот настолько связано интервальное голодание ведет к проблемам с родами нет конечно но определенные взаимосвязи и последствия конечно же есть а побыть на горячей воде до ужина считается голоданием чисткой стоит делать или бессмысленно если мы говорим про рекомендации энтони то здесь очень важно понимать комплексно о чем он говорит и какая чистка имеется ввиду от чего чистка вот поэтому когда вы понимаете от чего вашему организму желательно очиститься а это естественно огромная токсичная нагрузка с которым сталкивается который сталкивается сейчас практически каждый это определенная патогенная нагрузка с которой тоже сталкивается каждый просто в разной степени кто-то больше перегружен кто-то меньше и важно понять что действительно эффективно очищает организм какие условия нужны организму чтобы сделать это максимально эффективно просто лишь на одной горячей воде это не происходит и в принципе если говорим опять же рекомендациях энтони лучше пить обычную воду комнатной температуры она более естественно для организма и в том числе лучше увлажняет и максимально беспрепятственно так скажем проникает по всем системам потому что на любую измененную будь то кислотно-щелочную среду или температуру до организм уже тратит определенные ресурсы чтобы нормализовать это состояние зеленая гречка с клубникой и медом получается можно утром но в целом да если мы сравниваем с комбинациями такими как животные продукты или авокадо или орехи то конечно же зеленая гречка с клубникой и медом лучше вот но в идеале максимально полезный завтрак для нашего организма тот который дает максимальное количество энергии это максимально сочные комбинации то есть свежие фрукты свежая зелень до можно добавить мед это могут быть смузи это можно может быть просто фруктовый салат или просто цельные фрукты вот но естественно не всем это может быть комфортно вот но ваш вариант тоже подходит он достаточно благоприятный до какого времени лучше исключить жиры до обеда или дольше но в идеале приучиться исключать жиры до обеда потому что до обеда это именно то время которое организм максимально использует для своего очищения и именно печень вот поэтому вот эта практика утреннего очищения исключением жиров до 12 часов ну примерно до до обеда действительно самое лучшее самое доступное средство для всех чтобы запустить естественные процессы очищения в организме но здесь многое еще зависит в целом от вашего рациона мы уже обсуждали проблематичные продукты и исключение жиров до обеда конечно же отличная практика но если при этом остальное да вот в течение дня ваш рацион состоит из молочных продуктов из яиц из свинины вот и других проблематичных продуктов то нагрузка на организм все равно будет большая поэтому здесь конечно важно в целом все анализировать все нутрициологи говорят что жиры нужны для гормональной системы это неверно энтони пишет что здоровая печень до выполняет множество функций около двух тысяч функций выполняет печень и многие из этих функций современной науки и медицине и другим специалистам неизвестны пока еще вот и жиры действительно задействованы в формировании гормонов но этот вопрос актуален для беременных женщин для детей вот для кормящих у них происходят специфические процессы да в их ну вот в эти периоды скажем в детский период в беременный период кормящий период происходят специфические процессы действительно поэтому присутствие жиров важно вот но большинству людей то есть обычным людям можно не бояться сокращать жиры как минимум сокращать никто не говорит про полное исключение жиров всем поголовно да но тем не менее суть заключается в том что без снижения жиров в рационе организма не будет возможности оздоравливаться очищаться и восстанавливать свои ресурсы вот поэтому здесь уже каждый должен разобраться сам со своим рационом и что для вас означает снижение рациона снижение жиров если вы практикуете вот эту утреннюю практику исключение жиров до 12 то скорее всего определенное снижение жиров в вашем рационе уже автоматически произойдет я так люблю авокадо какая замена ему но хорошо что вы его любите просто его можно употреблять в другое время если мы говорим вот об этой практике утреннего очищения просто лучше исключить в том числе авокадо до 12 часов дня после 12 часов можете его прекрасно употреблять никто не заставляет отказываться от любимых продуктов авокадо считается самым мягким примером полезных жиров поэтому даже если вдруг в какой-то период жизни вам придется или вы захотите отказаться от жиров ну вот скажем захотите пройти программу очищение печени 369 и в рамках которой нужно отказаться от жиров включая даже от авокадо а вот это всего несколько дней то есть авокадо это самый мягкий вариант как вы относитесь к водному голоданию вот энтони об этом говорит я наверное пропустила или сказала в начале что это единственное собственно голодание которое действительно имеет место быть в определенных ситуациях то есть сухое голодание конечно же неприемлемо она очень травмирующий для организма а водное голодание допускается но нужно понимать что здесь используется только чистая вода да то есть если это уже скажем вода с лимоном или там какой-то другой напиток это голодание автоматически автоматически прерывается вот и голодание на воде должно проводиться строго под присмотром специалиста и важно понимать зачем она вам нужна то есть не каждый человек не в каждом состоянии должен проходить такую практику вот но в целом этой практике имеет место быть получается раз в неделю голод сухой или на воде это плохо для организма но это как раз да то что только что затронула сухой голод не имеет отношения к водному голоданию это разные вещи сухой голод и естественно очень большая нагрузка на организм и кстати вы можете здесь можно поразмышлять вот зная ту информацию которую я озвучила про функционирование на адреналине да почему так происходит почему люди чувствуют прилив энергии ясность да то есть если вы практиковали сухие голодания наверное вы понимаете о чем речь когда ты действительно не ешь не ешь и потом понимаешь что собственно есть и не хочется да что то перекликается вот с теми же ощущениями в рамках интервального голодания потому что действительно процессы похожи организм начинает функционировать на адреналине что не не есть хорошо и очень многое здесь зависит от ваших надпочечников от состояния ваших надпочечников поэтому многие тем не менее сухое голодание переносит нормально да но это кажется это опять же иллюзия вот некоторые люди сразу понимают что дело плохо и это очень тяжелая практика и большая нагрузка на организм потому что их системы в другом состоянии у меня был опыт сухого голодания я переносила его прекрасно потому что видимо мои системы в хорошем состоянии в частности надпочечники в том числе и поэтому я сейчас могу достаточно комфортно переносить питание без радикальных жиров я планирую как раз об этом пост благодаря чему у меня это получается очень легко и комфортно но это как раз одна из причин вот поэтому все важно учитывать и важно понимать что интервальное голодание да в данном случае не не неочистительная практика она не это не способствует очищению и не способствует решению первопричин первопричины возникновения любых состояний и симптомов заболеваний это высокая патогенная и токсичная нагрузка в организме то есть нужны две составляющие для развития тех или иных симптомов это определенные токсины их у кого-то может быть много у кого-то мало у кого-то в общем набор совершенно разный и определенные патогены то есть агрессивные вирусы и бактерии такие как вирусы герпеса вирусы опоясывающего лишая вирус обштейнбара и другие вирус папилломы человека в общем все вирусы герпетического семейства а также бактерии самая распространенная самая такая серьезная бактерия стриптокок стафилококк и многие другие вот но естественно многое из этой информации науки в полной мере неизвестно в этом очень подробно пишет энтони вильям в своих книгах поэтому имеет смысл конечно же комплексно подойти к вопросу и это все изучить я сейчас полностью на системе энтони без жиров нет продуктов нет никаких но есть в таком количестве не хочется ну в каком количестве здесь конечно же важно учитывать свои да пожелания и ощущения но это же может быть просто пол фрукта это может быть на самом деле один финик для того чтобы снять нагрузку с надпочечников то есть прошло два-три часа лучше два дать лучше не превышать промежутки более двух часов вот это может быть по большому счету стакан кокосовой воды что уже автоматически поддержит надпочечники и восстановит вот необходимый уровень сахара в крови баланс сахара в крови поэтому объедаться то никто не не назначает все действительно очень индивидуально но в то же время я хочу поддержать и тех кто чувствует себя комфортно когда ест много здесь тоже очень масса нюансов и масса объяснений почему так происходит и это нормально вот но если вам не понятно то конечно же каждую из ситуации лучше разбирать индивидуально потому что конечно же нюансов может быть много в любую сторону да то есть есть объяснение и почему не хочется есть почему хочется есть и слишком много хочется вот все очень индивидуально мы все очень разное и состояние систем тоже очень разное поэтому на матчах худеешь ну логично да потому что во первых скорее всего может быть заменяются приемы пищи напитками до кофеина содержащими но и во вторых все то что я писала то есть вырабатывается адреналин в любом случае в целом количество жиров в организме в рационе снижается вот конечно же и и обезвоживание да это очень важно происходит обезвоживание если при этом жидкости употреблять меньше то естественно ты визуально худеешь а за сколько тогда должен быть ужин чтобы не стязать надпочечники за сколько до чего до сна вот это это тоже все индивидуально строится здесь здесь же может быть ну может же быть ужин а после него может быть еще какой-то небольшой перекус вот поэтому не принципиально во сколько ужин это всего лишь название обед ужин вот тут важно просто понимать что когда мы бодрствуем важно обращать внимание на промежутки между едой а лимонная вода считается приемом как пищи или это все-таки вода ну это не заменяет прием пищи не сок сельдерея не лимонная вода не заменяет прямо пищи но они очень хорошо поддерживают наши системы конечно же вот лимонная вода это в основном минеральные соли если нам нужно а глюкоза то и в идеале лучше добавить еще туда немножко меда то есть это как раз и будет вот этот идеальный баланс глюкозы и минеральных солей вот если вашем организме вашей печени глюкозы достаточно и печень легко до функции она полноценно работает функционирует она легко эти запасы глюкозы по назначению используют используют когда они нужны то в принципе мед добавлять необязательно но если вы чувствуете определенное влияние нехватки скажем так глюкозы имеет смысл добавлять мед и вот как раз в этих рекомендациях для интервальщиков то есть для тех кто все-таки несмотря ни на что несмотря на всю эту новую информацию хочет упорно практиковать и придерживаться рекомендации интервального голодания энтони как раз и рекомендует ввести в свое утро можно больше лимонной воды естественно сок сельдерея причем достаточно большие порции больше чем обычным чем обычно и потом повторять лимонную воду обязательно с медом то есть здесь просто уже нужно разбираться с этой системой и выставлять свои приоритеты то есть работает интервальное голодание классически к сожалению разрушающим для нашего здоровья поэтому оптимизировать его постараться можно но это все равно не будет идеальной практикой для долг в долгосрочной перспективе аэнтони же рекомендует первой книге по моему голодать на воде или опутаю но он озвучивает это во первых он озвучивает что лучше практиковать голодание на соках и то он объясняет на каких соках так как именно это делать и на что нужно обращать внимание это тоже комфортно не для всех вот поэтому в целом если голодание на соках проходит комфортно но именно те голодания как который описывает энтони да это важно понимать это совершенно разные вещи сейчас только различных голодание и в том числе на соках и на других каких-то напитках то что говорит и описывает книгах энтони это одно важно разобраться в этих рекомендациях и понять почему так вот то есть если голодание на соках комфортно проходит в целом можно попробовать на воде потому что если комфортно проходит голодание на соках это уже определенный показатель но я естественно никому не рекомендую и в рамках курсов которые провожу никогда не рекомендую ни голодание на воде не полное исключение жиров то есть никакие такие кардинальные изменения никому никогда не рекомендую все нужно разбирать индивидуально либо вы сами ответственно к этому вопросу подходите и изучаете подскажите а кроме энтони анна какие методы вам еще близки ну это это такой достаточно общий вопрос потому что в разных системах в разных методах так скажем можно найти что-то разумное но зачем вот это все сейчас выдергивать и да искать какие-то подтверждения вот в этой системе мне мне импонирует это в это это мне мне не хочется в системе энтони все гармонично все понятно когда ты в этом разбираешься когда ты понимаешь как это работает за счет чего и и имеешь возможность это все практиковать и убедиться на собственном опыте что да это именно так работает с утра легко ем фрукты и овощи много пью а вечером начинается кошмар хочется все но это распространенные вопросы здесь очень много индивидуальных моментов потому что причин может быть много возможно вы не добираете калории в течение дня возможно к вечеру перегружается ваша нервная система и ей нужно вот это да чтобы как-то стабилизироваться в общем много эта информация недостаточно чтобы дать полный ответ ледяная каша с финиками курагой если это с утра то это не благоприятное сочетание но здесь опять же важно понимать в какой это ситуации для кого когда то есть если вы корректируете свой рацион постепенно и это более мягкая версия до таких сочетаний для вас то в принципе как временный вариант это нормально но в целом ледяная каша с финиками курагой это не здоровая комбинация это как раз жиры плюс сахара мы это обсуждали это эта комбинация не полезна для организма но если это с вами случается раз в году то это не страшно до 12 часов дня исключить жирные продукты а важно во сколько человек проснулся но в принципе важно конечно же предполагается нормальное функционирование человека да и адекватное пробуждение в имеет значение во сколько вы легли ложиться желательно спать до 10 часов ну в 10 ну 11 максимум это важно для полного полноценного восстановления всех систем организма если этот режим соблюдается то скорее всего вы будете просыпаться в адекватное время но здесь тоже есть нюансы потому что разное состояние здоровья у разных людей и кому-то может потребоваться да для полноценного отдыха 6 7 часов кому-то 8 а кому-то и 10 и 11 поэтому конечно важно учитывать во сколько ты просыпаешься но первые часы в любом случае после пробуждения важно освободить от жиров в первые часы после пробуждения наша кровь максимально токсично это без исключения касается каждого человека независимо от вашего типа питания от состояния здоровья и так далее когда вы просыпаетесь ваша кровь загрязнена токсинами потому что это естественные процессы в организме за ночь в утренние часы наша печень подготавливает токсины на выход когда мы просыпаемся очень важно помочь нашему организму это сделать закончить до беспрепятственно вывести эти токсины из нашего организма каналы выведения для нашего организма это почки и кишечник вот каналы выведения токсинов так так сейчас секундочку улетели комментарии если первый прием пищи в районе 11-12 у него можно жиров немножко но это как раз сказала да то есть важно тем не менее первые свои часы бодрствования наполнить как минимум жидкостью и второй момент это энергии то есть глюкозой критически чистые углеводы которые и нужны нам для полноценного функционирования в том числе это необходимое условие для полноценного очищения печени как понять что печень здорова посмотрите у меня пост есть пост с симптомами того когда печень перегружена но я вам сразу скажу если в вашей жизни есть какие-либо симптомы которые вас беспокоят это означает что ваша печень перегружена вот поэтому печень здорова это когда все просто на высшем уровне абсолютно все то есть вплоть до того что вас ничего не беспокоит ни с пищеварением не с уровнем энергии не с качеством кожи волос ногтей но естественно никаких диагнозов вообще речи нет то есть что угодно до любые заболевания которые вам приходят в голову если каким-то бокам они вас касаются это означает что ваша печень перегружена но соответственно если никогда в жизни вы ни с чем не сталкивались есть вероятность что ваша печень очень сильная здорово она или нет это другой вопрос это как минимум говорит о том что она очень сильная и она на данный момент вас максимально защищает детский период до скольки лет но в подростковые в том числе это до подросткового периода включительно анечка рацион чищу постепенно тяжелее всего с молочкой и хлебом понимаю понимаю всему свое время а мы все по-разному этот период проходим важно дать себе время но важно просто разобраться полностью до в информации понять что это несет как это действительно отпечатывается конкретно на вашем состоянии здоровья на ваших симптомах вот и возможно это постепенно как-то даст больше уверенности и понимания так пробовали делать сметану из кир так я вижу это вы комментируете и советуете молодцы как понять есть или нет высокая патогенная нагрузка но опять же по симптомам по симптомам почитайте первую книгу энтони бильяма где он расписывает и объясняет множество симптомов и состояний в том числе практически любые вирусные симптомы вот поэтому важно анализировать непосредственно свои жалобы свои ощущения свои диагнозы да и состояния но я вам сразу скажу что определенная патогенная нагрузка есть у всех просто здесь тоже речь о том ну вот о стечении обстоятельств в том числе о состоянии печени да о том насколько она вас защищает и в определенных комбинациях то есть возможно в вашем организме патогенная нагрузка низкая может быть токсичная нагрузка низкая но может произойти что-то определенные триггеры могут вскрыть эту ситуацию и дать ей возможность проявить себя в разный период у меня осталось полторы минуты прошел у меня уже этот эфир очень быстро и наверное не смогу я ответить на остальные вопросы вот поэтому я наверное с вами буду прощаться и мне кажется что я все рассказала по интервальному здесь есть немножко информации которую я уже опустила но вот основное даже счет чего люди ощущают бонусы и и как это на самом деле работает как это на самом деле происходит в организме я конечно же вам рассказала я возможно завтра подготовлю пост по этому эфиру тезис надо чтобы закрепить материал так сказать все всем большое спасибо эфир я этот сейчас сохраню поэтому кто пропустил вы сможете пересмотреть я думаю что я сделаю пост с закреплением этой информации вы если вы захотите до поделиться с теми кто практикует голодание и так далее но я думаю что и этим эфиром конечно же можно делиться если информация была для вас полезно все всем большое спасибо и до встречи я планирую еще сделать определенные эфиры по этой книге поэтому будет интересно оставайтесь все всем большое спасибо пока